Добрый вечер! Добрый вечер! Приходят одни и те же актёры. Состав у них, как будто они так и передвигаются в направлении, где кормят. Они уже друг друга пугаются на всех юбилеях. Но, кроме того, совершенно банальные слова. Сидит юбиляр, ему цветы к ногам. Такая репетиция похорон такая. Только на похоронах по чесноку говорят. А здесь лицемерие. Здоровье, счастье, долгих лет одно и то же. Ничего не сбывается. Никогда. А порой ещё говорят, тебе кто-то же хочет быть оригинальным. Не все хотят быть банальным. Так подумают, говорят, тебе счастье в семейной. Потом подумают, скажут, и в личной жизни. Вот это мне нравится. И юбиляр соглашается. Да, да, мне это надо. Никто даже не вдумывается в смысл этого. Причём многие тосты безграмотные. Встают, говорят, хочу поднять тост. Нельзя поднять тост. Сплошь и рядом стали говорить. Тост можно сказать, а бокал поднять. Но если ты поднимаешь тост, ты должен сказать бокал тогда. Короче, я на своих таких днях рождения, на каких-то праздниках очень нервничаю. Но самое страшное, когда ещё для меня, для меня, я никому это своё мнение не навязываю. Когда вот кто-то подумает из гостей, из таких очень важных, и захочет сказать что-то такое, что никто никогда не говорил. И такой многозначительный вид у него будет. Как будто он сейчас такое выдаст, а скажешь, тебе большого человеческого счастья. Вот мне это нравится. И люди верят, что где-то, значит, есть нечеловеческое счастье. Значит, есть бегемотное для жирафов счастье, есть для обезьян. Ну, я не праздну юбилей. Но телевидение так не считает, что не надо праздновать даты. Потому что даты известных людей, это для телевидения рейтинг прежде всего. Телевидение вообще в мире, это очень циничная организация. Вы знаете, на одном из главных наших каналов существует, вы сейчас даже не поверите своим ушам, департамент так называемый уходящей натуры. То есть, если они узнают, что человек скоро помрёт, известный, они начинают о нём фильм снимать. Потому что как только он умер, сразу хоп, и рейтинг у них. И они рекламы дорого продают. Потрясающий цинизм. И я это знал. И в этом году вдруг ко мне обратили... Вам хорошо смеяться, я понимаю. Знаете, сколько ко мне каналов обратилось с просьбой снять мой вечер? Я думаю, может, они чё знают про меня? Чё мне не вдомёк самому. И всё-таки мне в этот год захотелось со зрителями встретиться вот почему. Ведь были какие-то концерты, которые я особенно полюбил за свою жизнь. А я на сцене где-то 95 лет уже нахожусь. Не надо над возрастом смеяться. И, ну вот, самые дорогие выступления, пожалуй, конечно, те в молодые годы, они отличались от сегодняшних выступлений. В то время мы читали рассказы. В это невозможно сегодня поверить. Когда многие телевизионные передачи сделаны талантливыми молодыми авторами, молодыми юмористами. Но, заметьте, ни в одной из этих передач никто не написал из них рассказы, миниатюры. У них нет непрерывного мышления. У них такое смс-очное мышление немножко. Я понимаю, почему. Потому что, ну, клипы, смс-ки постоянные, мыслей о вечном не возникает. Деньги они зарабатывают достаточно большие. Да и вообще сегодня такая жизнь немножко пунктирная такая, как телеграфный стиль немножко. Вот сидит в метро, мне рассказывает мой знакомый, с которым я учился, в моей. Сидит девушка, готовится к экзамену. Она отсылает смс, читает лекцию на роликах, в ушах наушники. Она готовится к экзамену, читает. И еще смс-ку отправляет сразу. Вот и как она может подготовиться к предмету. Да, молодец. Это про кого-то из твоих. Да, таких много. Мне так нравится, когда кто-то что-то узнает из своей жизни в моих словах. И мой знакомый, с которым мы учились в моей, то есть он моего возраста. И он не выдержал и говорит ей, Чего читаешь? Она говорит, Кто? Говорит, Ты? Что я? Говорит, К какому предмету готовишься? Готово? Она говорит, Сейчас посмотрю. И вот это молодежное отношение такое без дисциплины. Такое поколение памперсов такое. Которое привыкло, что у них памперсы. Чего хотят, где? Там и делают это все. Молодежи у меня много на концерте. Поэтому я буду их сегодня критиковать. Но с такой любовью. Потому что я знаю, что они очень способны. Но им никто ничего не рассказывает, что должно быть. Только некоторых воспитывают правильно родители. А я всегда молодежи говорю, надо самообразовываться. Все великие люди в мире получили самообразование. На наше государство, надеяться, не надо. И они ко мне ходят. Очень много молодых людей у меня на концертах. И предмет моей горсти. Мне даже недавно сказали такой комплимент. Отпусти, отвесили. Огорошили комплиментом. Сказал, что у меня в зале молодежи больше, чем у Киркорова в зале. Слушайте, я не зря жил жизнь, если я до такого результата достиг.